Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Закон Архимеда. Ну, все знают вот эти вот предания, когда Архимед зашёл в ванну, увидел, что вода выливается из ванны, при условии, конечно, что она была заполнена полностью. И тут ему, так сказать, кое-что в голову взбрело. Вот мы сегодня с вами должны, так сказать, выяснить, что же взбрело Архимеду в голову, и что такое сила Архимеда. Это очень важно знать, на мой взгляд. Кроме всего прочего, мне хотелось бы сказать вам, дорогие ребятки, и учителя, которые смотрят мой канал, что задачи на закон Архимеда, они не очень простые. Они простые в плане решения, но не очень простые в плане понимания того, что же это, так сказать, такое. И я вам попробую сегодня рассказать, что такое закон Архимеда, что такое сила Архимеда. Порешаем с вами задачи, и вы потом скажете, вау, классно! Классно получилось! Мы всё поняли! Ну, давайте начнём, как говорится, рассматривать всё по порядку. Значит, смотрите. Иногда меня спрашивают, зачем физику учить надо? Зачем математику учить надо? Это нам в жизни не пригодится. Пригодится, ребят. Пригодится, потому что физика – это такая наука, которая способствует воображению. То есть, вот очень многие вещи, которые мы не можем вот в данный момент сделать, мы можем вообразить в своей голове. И у нас есть для этого все возможности. Мы смотрим телевизор, читаем книги. Воображение нужно развивать. И вот физика – это как раз та наука, которая способствует развитию воображения, пространственного воображения. Кстати говоря, Галилеев – Галилей, да? Когда, вот, все знают, бросал, так сказать, вещи, всякие там штуки с Пизанской башни. Вот. А ему говорили, ну и что? Ну и что ты бросаешь? И что из этого вот? Лёгкие тела всё равно будут приземляться позднее, чем тяжёлые. Он сказал, давайте с вами вообразим, что если вообще никакого сопротивления воздуха не будет, что тогда произойдёт? Галилеев – Галилея, я уверен, что все тела будут падать на землю. Неважно, тяжёлые, лёгкие, они все будут падать одновременно. Он оказался прав. Давайте будем развивать воображение. Короче говоря, вот это вот штукенца, вот этот вот брусок, деревянный, сейчас будет, нет, не деревянный, не обязательно деревянный, нет. Деревянный будет плавать, и мы его должны погрузить, вот какой-то вот брусок, ну, давайте будем говорить, в какую-то жидкость, не обязательно в воду. Вот. И эту, так сказать, ситуацию нарисуем. Вот у нас находится какой-то брусок, в какой-то жидкости, и он находится в таком вот положении, в равновесии. Не тонет, не поднимается вверх. Такой опыт, кстати говоря, можно сделать. Берёте кусок картошки, бросаете в банку, с водой, она тонет. А вот если вы будете потихонечку, да, добавлять туда соль, размешивать, в конечном итоге увидите, что вот этот кусок картошки может плавать внутри как бы жидкости. Находиться в положении такого вот равновесия. Вот представили себе такую ситуацию, да, это брусок. Если вы посмотрите на брусок, если он, допустим, вот так вот плавает, да, я специально взял вот брусок правильной формы, можно увидеть, что площадь здесь и площадь напротив одинаковы, здесь, здесь одинаковые площади, здесь и здесь одинаковые площади. Это понятно, да? Ну вот, хорошо. Давайте с вами посмотрим, а какие силы в данной ситуации будут действовать на этот самый брусок. Ага, вот это вот интересно. Для того, чтобы разобраться, какие силы на него действуют. Ну понятно, действует сила тяжести. И по действиям силы тяжести этот брусок, по идее, должен был двигаться вниз. А он находится в положении равновесия. Это означает, что есть еще какая-то сила, или смотрите внимательно, какие-нибудь силы, которые не дают силе тяжести совершать свое, так сказать, дело. Тянуть тело вниз. Значит, есть какая-то сила. Или, как я сказал, какие-то силы, которые будут действовать вверх на брусок. Понятно. Вот давайте с вами посмотрим, а что же это за сила. Ну, вот так. Давайте обозначим вот эту вот высоту от поверхности до верхнего грани этого бруска высоту, ну, допустим, H1. Можно так сделать? Можно так сделать. Вот. И я спрашиваю, вот во всех этих точках давление воды будет одинаковое или нет? Да. Оно будет одинаковое. То есть давление вот здесь вот я обозначу P1. Ну, очевидно, будет и P2. Значит, P1. И чему это давление будет равно? Это гидростатическое давление. Мы знаем, как его рассчитывать. РО Ж А 1. И вот сейчас возникает такая ситуация. Вот есть много всяких учебников. Все говорят об одном и том же, а буковки могут быть разные. Вот. Все ведь зависит от того, как мы что определяем. Так вот. В дальнейшем, если мы вместе с вами будем решать задачи, мы сейчас сделаем, так сказать, договор. И скрепляем его. Буду обозначать плотность жидкости. Она всегда будет у нас на первом месте. РО 1. А вот то, что погружено, ну, допустим, в данной ситуации вот этот вот брусок, у него же тоже есть плотность. Будет РО 2. Понятно, да? Значит, здесь я написал гидростатическое давление. РО 1. Понятно. Высота. То есть я вижу, что вот на эту верхнюю грань столб жидкости, говорят. Вот он, столб жидкости. Столб воды давит. Значит, это сила давления, которую я обозначу буковкой Ф1. Что такое Ф1? Это сила, с которой вода давит на верхнюю грань. Дальше. Давайте с вами посмотрим, что происходит с нижней гранью. Вот она высота. Аж 2. Вот. До нижней грани. Вот здесь вот вода. И до нижней грани. Вот так вот. Вопрос. Вот во всех этих точках давление воды будет одинаково? Ну, естественно. Давление воды будет одинаково. Ф2 равняется РОЖН2. Какой РО здесь пишем? Понятно. РО1. Жидкость. Ага. Это означает, что на нижнюю грань тоже будет давить столб жидкости. только будет давить снизу вверх. Это сила РОЖН2. Это сила РОЖН2. Это сила давления воды на нижнюю грань вот этого грузка. Ну, и понятно, поскольку РОЖН2 больше, чем РОЖН1, это давление РОЖН2 больше, чем РОЖН1. И мы сразу можем сказать, что и сила давления, которая будет оказана на нижнюю грань бруска, будет больше силы давления воды в данной ситуации, в жидкости, на верхнюю грань бруска. Кстати говоря, про какие такие мы силы говорим? Сила давления. Ага. А что же такое давление? Давление – это сила, которая действует на площадь. Значит, сила – это произведение давления на площадь. Вот всё. Давление. Вот если грузок так находится, вот давим. И что мы видим? Что существует разность этих. Так вот, ребята, разность – это их сил. И есть не что иное, как сила Архимеда. Вывод, он такой вот, говорят, да? Иной раз. Ага. А почему вес тела в жидкости меньше, чем вес тела в воздухе? Ну, понятно. Потому что на это тело действует сила Архимеда какая-то одна единственная, ничего подобного. То есть, я сейчас вообще могу сказать, что силы Архимеда как таковой-то вообще-то и не существует. Вот разность настоящих сил. И вот эту разность называют силой Архимеда. Поэтому мы сейчас должны её и найти. Давайте с вами будем искать. Значит, что ж такое у нас будет F2? Смотрим вот на эту формулу. Ро 1, G, H, да? И умножить на площадь, нижняя грань. А что такое F1? Ро 1, G, H2. Вот она. И тоже умножить на площадь. Вот ведь в чём дело-то у нас, ребятки, получается. Поэтому записываю. Вот здесь записывать буду. F2. Сила Архимеда. Но! Вот. Сила Архимеда равна F2. Вот F2. Ро 1, G, H1, S. Отнять Ро 2, G, H2, S. И что же мы можем с вами сделать? Смотрим. Ро 1, G, S. Ро 2, G, S. Вытаскиваем это всё за скобочку. Ро 1, G, S. А в скобочках будет H1 отнять H2. Ну, что я делаю? Ёлки-палки. H2, а здесь будет H1. F2 отнимаем F1, да? Вот. Значит, H2 отнять H1 у нас получается. Вот смотрите, сделал ошибочку. Как будто бы. И сразу исправился. Вот чё, кейв заключается. Ну вот, исправлять ошибочки. Вот. Ну, короче говоря, давайте с вами посмотрим, что такое. Вот. H2 отнять H1. H2 отнимаем H1. H2 отнимаем H1. Вот. Отсюда до сюда H2, отсюда до сюда H1. Ну, что у нас получилось? Ну, понятно. Что H2 отнять H1. Мы получаем вот. Вот что мы получаем. Высоту вот этого бруска. H2 отнять H1. Это H. Это высота бруска. Ну вот. Значит, я пишу, что сила Архимеда равняется. Ру1 GSH. Ну, а мы знаем, что если площадь умножить на высоту, мы получим объём. мы получим объём. Ру1 GV. Во. Вот чему равняется сила Архимеда. Произведению плотности жидкости на ускорение свободного падения и на объём тела. А это жидкость. А это тело. Объём тела. А это жидкость. Ага. Что ж такое у нас плотность? Масса, делённая на объём. Значит, масса – это плотность умножить на объём. Плотность умножить на объём. И мы получаем с вами массу. Только чего? Массу жидкости. Которую вот этот объём этого тела занимает. То есть, я могу продолжить. Записать. Масса умножить на G. Масса M1. Почему? Потому что 1 – это жидкость. Ну, вот иногда тут пишут G. Жидкости. А вот. А я это записал таким вот образом. А произведение массы на ускорение свободного падения, если тело находится в состоянии равновесия и опирается на что-то в данной ситуации, на воду, здесь же вода, а вот, можно сказать, что сила Архимеда равна весу жидкости в объёме этого тела. Вот что такое сила Архимеда. Сила Архимеда равна весу жидкости в объёме этого тела. Помните, в самом начале я говорил? Воображение. Вот представьте себе, что если я сейчас возьму динамометр, подвешиваю вот этот брусок на динамометр, тем самым я измеряю вес этого тела. Вес. А теперь воображение включаем, а чему будет равна сила Архимеда? Вот этот самый брусок, только сделанный как будто бы из воды. И вес вот этого бруска, как будто бы воды, это и есть не что иное, как сила Архимеда. Понятно, да? Итак, для того, чтобы понять, что такое сила Архимеда, представим себе это тело, только оно сделано из жидкости. Понятно, что эти тела не обязательно всё время опускать в воду. Можно опустить это тело в керосин, допустим. И тогда, если я беру вот такое вот, какое-то тело, вот такое вот, опуская его в керосин, чего будет равна сила Архимеда? Она будет равна весу вот этого куска, как будто бы сделанного из керосина. Вот всё. Итак, в заключении, сила Архимеда равна весу жидкости в объёме этого тела. Вот оно самое, что ни на есть, на мой взгляд. Ну, я не могу сказать, что самое хорошее. Вот. Ну, нормальное объяснение, что такое сила Архимеда. Короче, мы начнём вскоре решать задачи. Смысл моего канала и задачи моего канала научить решать прежде всего простые задачи. Потому что я глубоко уверен, что, зная, как решать простые задачи, вот, вы научитесь вместе со мной, естественно, решать и более сложные задачи. Ну, а пока хочу вам просто-напросто напомнить, что вы учите физику на канале. Физика это просто ФЭП-канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными, доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь, буду вам очень признательно, я благодарен. Ну, и, конечно, лайк не забудьте поставить. Всего-всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Ну, как я и обещал, после того, как было объяснено, что такое сила Архимеда, закон Архимеда, вот, мы с вами переходим к решению задачи. Вот такой вот мы с вами марафон по решению задач сделаем. Лишний раз напоминаю, что мы начинаем решать задачи, ну, не очень сложные, но, которые в любом случае требуют определённых знаний. Итак, что нам понадобится при решении задачи? Вводим, так сказать, обозначение. Через РО1 я буду обозначать плотность жидкости. Через РО2 буду обозначать плотность тела, которое будет в этой жидкости находиться. через РО2 я буду означать вес тела в воздухе. Через РО2 штрих. Вот так. Вес тела в жидкости. Не обязательно вода должна быть. РО2 Ну и ФА это сила Архимеда. Вот всё. теперь давайте с вами вспомним ещё две важные вещи. Что сила Архимеда это РО ЖВ где РО как мы с вами договорились я буду обозначать РО1 плотность жидкости. Что ещё мы должны знать? Вот он закон Архимеда. Вес тела в воздухе равен весу тела жидкости и плюс сила Архимеда. Вот эти основные вещи мы должны так сказать знать. Ну знать-то тут в общем-то и нечего по большому счёту. Просто нужно запомнить. А чтобы это запомнить мы должны взять какой-то листочек бумаги выписать это всё по порядку и держать всё время перед собой. Поверьте мне через некоторый промежуток времени это всё так сказать запомнится. Итак мы с вами начинаем решать задачи. Металлический цилиндр объёмом 100 квадратных сантиметров полностью погружён в жидкость. А чему будет равняться сила Архимеда которая на него будет действовать? Обратите внимание что этот самый цилиндр непонятно какой он формы. вот но он находится в жидкости в данной ситуации. Ну что нужно сделать? Просто взять посчитать силу Архимеда РО ЖВ РО1 он находится в воде понятно значит РО1 это будет и тут внимание что должны запомнить что 1 грамм на кубический сантиметр 1 грамм на кубический сантиметр и 1000 килограмм на кубический метр одно и то же. Я смотрю ага здесь то у нас кубические сантиметры значит очевидно и плотность проще всего взять вот таких вот единицах 1 грамм на сантиметр кубический что же тогда получается силу Архимеда будет равна 1 грамм на кубический сантиметр умножить на Ж ага вот Ж чуть-чуть посложнее как я сказал чуть-чуть смотрите 10 ньютонов на килограмм смогу записать так 10 ньютонов но в килограмме это 1000 грамм находится да 0 0 значит получаю 1 сотая ньютон на грамм вот так вот значит я умножаю сейчас ну можно сразу написать умножить на 1 сотую ньютонов ньютонов на грамм и умножить все это на 100 сугубических сантиметров и что мы видим грамм грамм 100 сократилось сантиметр сантиметр кубический сократился и остался у нас один один ньютон вот такая сила архимедов будет действовать ну смотрите вот здесь вот можно еще что сделать мы же с вами четко знаем что же это 10 ньютонов на килограмм вместо килограмма пишу грамм ну получается то же самое когда мы все это сократим мы получаем один ньютон вот так вот решается эта задача ну с вашего позволения это теперь уберу нужно место освободить но запомнили через один индекс один мы всегда будем с вами решать записывать плотность жидкости а через два это все что в эту жидкость погружено ну вот давайте с вами дальше будем решать следующую задачу звучит так а чему равна архимедова сила которая будет действовать на тело объемом два кубических метра вот два кубических метра которая на четверть объема погружена в воду на четверть объема погружена в воду так четверть объема погружена в воду итак у нас есть вода ров 1 смотрю тут у нас кубические метры значит плотность я запишу тысяча килограмм на кубический метр вот ну как это понять ну понять это можно следующим образом да она погружена на четверть то есть если я вот рисую какое-то тело да вот оно значит четверть погружена в воду вот вот она четверть причем возьму вот так вот это тело нарисую чуть-чуть вот так вот так оно будет лучше вот как-нибудь объясню почему потому что если у нас взять тяжелое тело положить просто-напросто она утонет вот здесь вот так о какой силе Архимеда нет смысла вести речь помните силы Архимеда это разность сил сила которая действует снизу и сила которая действует сверху если я взял вот этот такой вот брусок тяжелый допустим из железа сделан поставил вот так он прилипнет как бы к дну и снизу жидкость на тело действовать не будет значит и нету силы Архимеда тю-тю силы Архимеда вот в данной ситуации ну как-то вот так вот что мы с вами получили вот это четверть а здесь жидкость находится ну вода в данной ситуации так вот сила Архимеда она всегда будет действовать на ту часть тела которая находится в жидкости итак сила Архимеда РО Ж ну не весь же объем писать а только четверть его вот она четвертиночка значит записываю В деленное на 4 где В это объем а здесь РО 1 я это делаю все время специально чтобы при решении задач в голове отложилось РО 1 это у нас жидкость жидкость на первом месте РО 1 жидкость РО 2 это все остальное а вот РО 1 это у нас жидкость получается ну и короче говоря опять таки сила Архимеда будет равна 1000 килограмм на кубический метр умножаем на 10 ньютон на килограмм это Ж вот и умножаем на четвертинку объема вот ну две четверти да это половинка получается еще раз четверть объема две четвертых это половинка вот так запишу 1 пятое кубического метра метр кубический метр кубический килограмм килограмм 10 делю на 5 получаю 2 2 умножаю на 1000 получаю 2000 ньютон можно 2 килоньютона записать вот так решается эта задача чему будет равна Архимедова сила если только чей-то тело будет находиться в жидкости вот мы взяли это все и рассчитали давайте еще задачку решим вычислить выталкивающий силу который будет действовать на брусок размеры которого записаны вот таким вот образом скажем 2 умножить на 3 умножить на 4 сантиметра 2 на 3 на 4 то есть если я беру какой-то брусок ну допустим здесь 2 сантиметра тут 3 сантиметра тут 4 сантиметра ширина высота и длина бруска нам известны ну значит можно и объем найти обратите внимание здесь сантиметр весь этот брусок полностью ну опять-таки поместили в воду можно помещать в керосин в бензин в нефть в молоко еще в какой-нибудь там ацетон куда угодно ну с водой это легче а почему потому что плотность воды воды жидкость ро 1 тут сантиметры я пишу грамм на кубический сантиметр и вот этот брусок у нас полностью в воде находится ну значит сила архимеда чему будет равна сила архимеда равняется ро живы какой ро ро 1 а что такое объем это 2 умножить на 3 умножить на 4 вот ну значит так запишем сила архимеда будет равна 1 грамм на кубический сантиметр умножить на ну тут есть два варианта либо одну сотую писать либо 10 деленное на 1000 тут у нас будет ньютон а здесь у нас будет грамм ну и умножаем на сколько на 2 сантиметра на 3 сантиметра на 4 сантиметра вот ну и делаем подсчеты сантиметр 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 даст нам кубический сантиметр грамм грамм сокращаем 0 0 сокращаем 2 на 3 6 6 4 24 24 делим на 100 и получаем 0 24 ньютона вот такая вот у нас будет штукенция такая сила Архимеда такая у нас будет сила Архимеда 0,24 ньютона ну брусок мосипусенький вот понятно да а вот если бы я взял брусок который сделан из какого-нибудь другого материала сила Архимеда изменилась бы как вы думаете нет потому что сила Архимеда это плотность жидкости умноженная ну скорее свободного падения и на объем неважно из чего тело сделано главное чтобы объемы были одинаковые объемы одинаковые значит сила Архимеда будет одинакова сила Архимеда не зависит от плотности тела которое погружено в эту самую жидкость ну давайте следующую задачу порешаем итак плавающий на воде деревянный брусок вытесняет воду объемом 0,85 кубических метров ага так 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 объем 0,85 кубических метров плавающий брусок он вытеснил так сказать вот такой вот объем вопрос определить выталкивающую силу то есть мы опять таки с вами должны найти силу Архимеда найти силу Архимеда так 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 ну давайте себе представим это у нас объем вытесненной воды правильно берем брусок да представим себе и начинаем его если вот банк у нас заполнено полностью и начинаем его опускать сюда опускаем и видим что вода начинает выплескиваться Архимед в ванну залазит да что выясняется что объем вытесненной жидкости равен объему тела которое будет в эту жидкость погружено еще раз пожалуйста начинаем опускать тело в жидкость жидкость выливается из банки ну при условии что эта банка полностью до краев заполнена жидкостью и объем вытесненной жидкости будет равен объему той части тела которая в эту жидкость то есть сказать и поместилась поэтому это есть у нас не что иное как объем вот этого куска деревянного который плавает в воде ну и все ну а раз так значит сила Архимеда равняется рожей вот иногда да ребята решают правильно эту задачу подставляют численные значения получают правильный ответ ну ведь решение задач не сводится к нахождению как будто бы непонятных формул и подставления чисел она понимает что здесь происходит поэтому я постарался это и объяснить ну а дальше уже как говорится дело техники сила Архимеда будет равна РО1 это жидкость вода тысяча килограмм на кубический метр потому что здесь у нас кубические метры на 10 ньютонов на килограмм и смотрите как запишу 85 сотых кубических метров кубический метр килограмм килограмм остались ньютоны считаем нулики раз два раз два 85 умножаем на 100 получаем 8,5 тысяч ньютонов или 8,5 килограмм вот такая вот сила Архимеда будет действовать на такой вот брусище 0,85 кубических метров едем дальше на тело которое полностью погружено в бензин о о бензин пошел до этого все время вода пошла сейчас бензин ну хорошо плотность бензина и опять я пишу РО1 потому что жидкость РО1 это у нас ну бензин возьмем 0,8 чего грамм на кубический сантиметр вот такой вот бензин еще у нас да вот бензин еще у нас ну 0,8 может быть 0,7 давайте 0,7 возьмем да вот лучше будет 0,8 у нефти по-моему вот ну может по таблице посмотреть короче бензин 0,7 грамм на кубический сантиметр так вот на это тело которое погружено полностью в бензин действует архимедова сила которая будет равна 1,4 ньютона вопрос будет звучать следующим образом а чему будет равен объем этого тела ну что это тоже мне задачка мы-то знаем как решать мы же знаем что сила архимеда это рожевые какое рог рог 1 про бензин ведется речь ну и отсюда будет следовать что объем равен видите объема нет осталось то что нам известно это означает что левую часть мы должны поделить на то что осталось ру 1 же все нужно что сделать взять подсчитать сколько получилось 1,4 ньютона на 7 десятых я пишу ну я так делаю можно с калькулятором 7 а десяточка у нас вверх уходит деление дробей грамм а сантиметр кубический вместе с десяточкой вверх идет теперь g у нас что такое это 10 ньютонов и делим на 1000 грамм значит и 1000 грамм у нас улетает вверх что получается грамм грамм сократили да ньютон сократили 10 10 сократили видите как классно получилось и осталось у нас 1000 кубических сантиметров получилось у нас ага 1000 получилось ты елки палки вот смотрите 1000 получилось 1 4 на 7 я забыл поделить ну значит вот этот нолик своровали тут получилось 14 14 поделили на 7 будет 2 и еще умножить добавить 2 нуля значит будет все таки у нас 200 кубических сантиметра иногда возникает вопрос а как это перевести в кубические метры в одном кубическом метре 10000 кубических сантиметров значит я должен это число поделить на 10000 это значит раз два три четыре раз прыгнуть вниз обратно смысле значит будет 002 кубических метра вот так решается эта задача хорошо ну давайте еще одну с вами задачку решим и на этом так сказать закончим еще еще одну задачку решим и на этом так сказать закончим еще одну задачку так задачка такая вот определить массу деревянного бруска плавающая в воде если на него действует сила Архимеда равна 15 ньютонов о-хо-хо-хо-хо-хо так деревянный брусок плавает в воде на него действует сила Архимеда 15 ньютонов 15 ньютонов деревянный брусок в воде плавает ро-1 да ну возьмем 1000 килограмм на кубический метр поскольку сказано что это деревянный брусок можно найти и плотность его по таблице да получить 600 килограмм на кубический метр вот и мы с вами должны найти в этой задаче массу деревянного бруска вот задача ну элементарно простая но многие ее не решают вот что тут ро-1 да для чего это дано ро-жей да ро-2 т-те-те-те-те-те физика это представление процесса который происходит вот и все не более того что сказано брусок Плавает брусок. Брусище наше плавает. Вот оно плавает. Брусок плавает. Берём вот этот деревянный брусок. Опустили в воду. Он плавает там. Это означает, что сила тяжести МЖ и сила Архимеда уравновешивают друг к другу. Поэтому этот брусок не плавает. Всё. Ответ мы с вами получили. Это означает, что сила Архимеда равняется силе тяжести. И поэтому вот эти вот знания, я могу их записать, но они нам абсолютно не нужны. 15 ньютонов. Это у нас масса умножить на 10 ньютонов на килограмм. Ньютон-ньютон сократили. И мы с вами получаем, что масса равна всего лишь полтора килограмма. Хорошая задачка, кстати говоря, которая требует понимания того, что здесь происходит. Ну вот всё, ребятки. Порешали мы с вами задачки. Нужно успокоиться чуть-чуть. И вспоминать, что вы учите физику на самом суперском канале. Физика это просто канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело. Запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну и, конечно, лайк. Не забудьте поставить. Всё. Всё вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok